Куча, начали их там все разгребать, и уже потом, когда дошли до стен, что вытаскивали из подвала, я вам не буду отнимать времени, рассказывать, в самом соборе, да. И потом дошло уже до того, что стали, убрали вот эти кирпичи, все, и открыли, где у них были похования, хоронения, и стали выносить, вытаскивать оттуда цинковые гробы. А я же сидела у забора... А это кто делает, вытаскивает? Ну, это городская власть какая-то, все. Но забор у Газбанка был не такой, как сейчас, а вот как идет газон, отделяется, он был такой вот. Я сидела на этом сгибе, и мне сверху было как раз видно, что там делают. Вытащили два гроба, вокруг ходят-ходят, и один говорит, давайте посмотрим, что. И начинают открывать этот цинковый гроб. Снимают крышку, я смотрю сверху, лежит старец, вот так вот у него здесь позолотое что-то, одежда, ряса такая, вся красивая. Такие черты лица, острые, воскового цвета, и такие седые волосы. Это было только секунду. А потом, такой дымок, или что-то, все отпрянули, и все лежит, все одеяние его лежит в гробу. А мумия исчезла. Мумия исчезла. Но она, я вам говорю, это вот так, рот раскрыла, был там, лежал человек, а потом уже нет. Когда уже кто-то сообразил, надо позвонить в Полтаву, этот гроб надо отвезти в Полтаву, все, но вот то, что оттуда вот так пошло, мне стало страшно, я слезла с этого забора. Был такой подземный ход еще от территории Газбанка, он шел туда, в подвалы Успянского собора. Ну, мы, Детвораж, естественно, полезли. Интересно. Да. Мы разломали эту дверь, которая была забита, и полезли. По этому ходу шли, шли, шли. В какой-то такая ниша там была, нашли какие-то мешки, но нам пока до них не было дела, мы пошли дальше, и дошли до места, где уже все развалено. Это вы со стороны банка? Прямо, прямо из-за двора Газбанка мы туда шли. Потом же мы пришли, когда Детвора, я пришла домой, но на территории Газбанка жило три семьи. Жила семья главного бухгалтера, директора и старшего кассира. Банка. Банка, да. Больше там жилых не было помещений, и вообще, раньше негде вообще было жить. Это в подвалах мы. Там большие подвалы. Идет дождь, у нас дома всюду поставлены все. Тазики? Крыши нет, только одно перекрытие. Плесень была такая, что утром вставали, мокрые стена, а одежду мама топила печку, такая углем топилась, и сушили одежду, прежде чем ее одеть на себя. Ну, по подвалу, то есть по этому туннелю вы дошли до конца? Нет. Мы дошли до момента, где взрыв завалил ход. Ну, мы же не знали, раскапывать мы не догадались, что там надо копать, нет. Ну, пошли же я папе говорю, пап, так, какие-то мешки. То они же уже тогда, а у нас же там милиция стояла, пройти во двор невозможно было. Милиционеры в одетворе нам каждый раз, особенно когда мы уже подростки, молодые девочки, ходить мимо милиционеров, было не хотелось, они приставали. Папа убил, вот где забор к зданию пристроен, так было, такие вот, такие, нашел гвозди, убил их туда, и мы лазили в школу по этому, к гвоздям со двора. Из школы приходили. В четвертую школу ходили. Да, в четвертую школу. В четвертой школе раньше было одноэтажное здание, теперь где стоит здание поликлиники железнодорожной, а там, по-моему, там сейчас морг, такое одноэтажное небольшое здание. Да, там есть. Так, а что в мешках было? А, в мешках были деньги. Нет? Какие? Старые, наверное. Нет, деньги были, в каком году у нас была реформа? В 47-м году, в 47-м году. А после Голодовка? Вот, в 47-м году была реформа. И уже новые деньги были? Нет, старые деньги. До реформенные. Да, до реформенной. Кто-то спрятал, да? Да. Ну, наверное, в банковской. Нет, наверное, до 60-го года город не застраивался. Как только нашли в Комсомольске руду, то после этого город стали строить. Это МПЗ, начался химия, тоже химия получилась. Ну, это что-то. Это вообще-то строился. Вот, если помните, был такой фильм, назывался «Два фёдора». Я не тут не могу не согласиться, но он строился. Город строился, и он начал строиться более-менее, когда началась Кременчуцкая АЭС. Когда приезжал Хрущев сюда... Хрущев был, да. Ну, какой же это был год? 54-й год. А, это был 54-й год. Нет, в 54-м году ещё нет. Не-не-не, началась строиться. Когда Хрущев приезжал, я уже училась в институте, и здесь, на балконе уже у мамы, были вот такие крохотные их внучата. И тогда ещё не было деревьев проприятарства. Я могу сказать, что в 59-м году я после окончания техникума приехал работать на Кременчуцкую АЭС, на строительство. Вот, работал там как раз возле Плотины. И до этого уже времени у Кременчуе, как раз улица Пушкина, вот эти 5 этажки, они строились из бригады, из ГЭСа, строительной бригады, для работников ГЭС. Понимаете? И вот то, что связано именно с этим порталом, Пушкина сюда, до исполкома нынешнего, многое построено именно так. В здании музея Работки ГЭСа жили, правильно? Да, было. Но, должен сказать, что вы правы в том, что когда началась Комсомольская строительство, оно активизировалось это, многое здесь базово было отсюда и шло на Комсомольск, конечно. Деньги пошли в город, ну, в Газбанк, на строительство. Папа сказал, что главным бухгалтером работал только тогда, когда нашли руду. А папе после контузии, ну, после войны, ему надо было очень много ходить пешком на свежем воздухе. И то мы с ним ходили по вот этому холму, где потом раскопали руду. Мы за много километров за город заходили с ним, и много ходили. Фильм «Два Федора», такой, ну, про войну и про мальчика Федора и мужчину Федора. Его снимали здесь в Крымичуге. А, в 58-м году. Снимается «Два Федора» фильм, «Два Федора» фильм назывался. И эти развалины были, где сейчас, в 95-м году, там от поликлиника. И там стояли, это необыкновенно красивые развалины. И вот там снимали… И там Шукшин дебютирует, Шукшин снимался. Был дебюс Шукшина в Крымичуге. Амелька, а вы еще говорили, что вот с Крымичуга много посылали на восстановление Крыма. А, да. Это уже моя родственница, которая, ну, поставшая меня, она пережила, нас же Голодомор здесь не было, а она пережила здесь Голодомор, в Крымичуге. И после войны собирали молодежь и посылали в Крым на восстановление. Говорит, они восстанавливали Керчь, они восстанавливали Феодосию. Про Севастополь она не говорила. Они строили вот эти заводы, которые по вот этому побережью Крыма. Здесь еще, в Кременчуге, не было такого бурного строительства. Вся молодежь с Украины строила... Ну, не вся часть, честно. Это состав России в Крым ходил. Россия был Крым в то время еще, до 54-го года. Ну, тогда он был Советский Союз. Ну, даже вот так, если брать. Севастополь имел чуть ли не до, не знаю, какого там года 90-го или до Рассоединения. Севастополь имел особый статус города, который подчинялся... Москве. Москве. Да. То есть Крым в Москве не подчинялся. Когда выгнали татар из Крыма, и надо было восстанавливать там сельское хозяйство, я не говорю уже о промышленности, но вот этот... Ну, базу хотя бы продовольственную местную иметь. То Россия, что... Некому было... То Россия, которые обрабатывали виноградники, эти земли выселили. Украинцев, которые работали в северной части, степовой части Крыма, там моя тетя, папина сестра жила еще с дореволюционных времен, там имели свою землю кусочек, хозяйство вели, то стала Россия присылать из Новгородской области, ну это популярно было, переселение семей. Как с Украины семьи переселяли в Казахстан и туда за Урал, тоже там поднимать хозяйство. То есть сюда, в Крым, не посылали вот эти украинские села, а посылали деревни с Новгорода, ну с северной части России. Да, в Новгородской области тоже. И они ж когда стали там, в этой земле, посадили картошку, капусту, там буряк, репу, а у нас ничего, ничего не получилось. То тогда же они взмолились, ну поскольку Хрущев был еще тут в Украине кем-то, они обратились к нему. Он был первый секретарь. Побратились к нему, когда он там проезжал, и они обратились к нему, сказали, что тут же же ничего не растет, мы не хотим здесь жить. А татар получалось. Татары, да. Ну да, понятно, это родная. И украинцев, которые жили на этих землях, получалось. Ну что, они кукурузу стали съесть? Ой, насчет кукурузы это другое. Ну уж вы переселились. Ну в общем, те назад вернулись к себе, кто остался, но они уже не занимались этим хозяйством. Ну, то есть эта идея не получилась. А как иначе поддерживать сельское хозяйство, то с экономической точки зрения Хрущев решил, что лучше, чтобы Украина обеспечивала и водой, и рабочей силой. Ну вот и тогда не было, как раз после этого начали строить канал. Ну все равно же. То есть этот вопрос стал решаться. Рисурс был ограничен. И они тогда, это же не было, что там Украина кричала, нет, это наша, дайте. А в этом у них было заседание там Центрального Функсовета, ну ЦК партии. Они решили чисто экономически. Для Крыма лучше, чтобы он находился под юрисдикцией украинского правительства. А Севастополь оставался военной базой под... Советского Союза. Советского Союза. Центральное управление. Москва. Москва. Вот. И вот таким образом, если они там все вопят, что Украина отобрала по плянке... Все прекрасно знают в России, но о чем вы говорите? Все не знают эту историю. Это так просто надо же как-то... Кто-то знает, а те, кто не знают, слушают и верят, что скажут. Я своим родственникам, которые сейчас мне говорят, наконец-то вы освободились от рабства. Я говорю, вы можете прийти в Центральную библиотеку в Симферополе, поднять все... Там же все газеты хранятся. Пусть там какие-то секретные документы вы не можете найти, но взять элементарно газеты в послевоенное время, как в этих газетах благодарили наш бетонный завод, как благодарили наши кременчутские бригады за то, что они помогали отстраивать Крым. Так нет же, у них легче послушать то, что им капает. И Зелен говорит там, да. Ну, я думаю, еще такое время придется начнуть уничтожать эти все первоисточники, сжигать все эти газеты, все эти труды, которые подтверждают тот факт, что это, в общем-то, было ненасильственно какое-то там... Интюзиция начнется. Да, это естественное, рациональное было объединение Украины с Крымом, которое дало естественный рост, было состояние и крымчан, и развитие этой региона, за счет того, что Украина вкладывалась в это все. Ну, конечно, там столько воды уходило, в Херсоне Днепр просто стоял. А теперь эта вода пошла уже на обогащение украинских земель. Да, сейчас Херсон, кстати, возрождает и рис начинает засевать. Сейчас уже, уже сейчас говорят херсонцы, что мы, даже если вернется к этому вопросу о Крыме и дать воды, мы сейчас уже не согласимся так, как было раньше, отдать эту воду и остаться без воды, и свои поля не орошать, а орошать сейчас крымские поля, потому что у них реально сейчас появилась вода. И они сейчас уже совсем в другом качественном уровне могут вести сельское хозяйство. Там очень хорошее солнце, там персики шикарные. А вот вы рассказывали, что до войны в Крюкове были баштаны. Это только Екатерина Второй. Екатерина Второй. Екатерина Второй. Екатерина Петербург. Так а зачем до войны? Я вот родил, вернее, я родился в Крюкове, а жили мы в Глецкарке. Да, большое село Белецкарка. Там у нас баштаны, детство, мы ходили на эти баштаны, крали эти кавуны, причем они там, у нас там гайдалки назывались, такие горы, гайдалки, это когда повышают, там вот такие же, и вот на этих горах сели кавуны, а мы залазили и скатывали кавуны на низ. Так там классные баштаны, классные баштаны. Просто честно занимались. Мы ездили с мамой, ну как в колхоз, то есть от работы на баштаны. Где-то здесь, я просто не помню где, но где-то полчаса. В этом районе. Да, там огромнейшие были арбузы. Да ну что, у нас и дыни, и эти, у нас нормально были. А сейчас, наверное, нет получается. Сейчас просто стало невыгодно. Сейчас нетраты, нетраты. Да, вот невыгодно им делать, они сейчас этим не занимаются. Тем более, что Херсон и Запорожская область в целом начали обеспечать как-то это более раннее, но перебивается. А там раннее, конечно. Такие ранние, что я два съел, теперь вообще, наверное, в этом году не буду есть. Не отравились. Нитрат, нитрат. Да, да, да. Ну вот это вот, как оно. Просто не все честно. Спасибо за все. До встречи. До встречи.